Если бы я оказался в Москве первый раз, я думаю, конечно, у меня был бы шок от ее размеров, от масштабов. И даже если забыть, что я коренной москвич, который вырос в этом городе и очень любит или любил этот город, то, наверное, что бросается в глаза из положительного, радостного величия центра, да, то есть Кремль никто не отменял, это прекрасно, Москва-река, это великолепно, дом Пашкова, это потрясающе, храм Христа Спасителя, да, он мощен, и, конечно же, Пречистенко, осталось очень мало таких мест, Бронная, но при всем при этом в глаза же бросаются отрицательные вещи, потому что, на мой взгляд, если бы он был вновь построенного, архитектурно все это не вяжется и с культурой города, и с историей города, и с архитектурой города. И вот это для меня абсолютно непонятно, как можно сносить исторические здания, которые пусть даже и обветшали, хотя их можно отреставрировать, сохранить, и на их месте строить совершенно безликие, вне времени, вне сознания, вне менталитета дома, офисы, корпуса. Мне нравится, что все-таки, несмотря на точечную застройку, в Москве остались скверы и зелень, эти старые деревья, это потрясающе здорово, что есть парки, где можно ходить действительно под сенью деревьев, но в то же время омерзительно сделаны все наши скоростные участки, которые отчасти вроде бы облегчили движение по городу, но ощущение, что криво смотрящие люди делали эти дороги неаккуратно, неровно, вызывает вопрос их компетентность профессиональная. Да и, собственно говоря, само техническое решение. Летом Москва прекрасна за счет природы, зелень это ее спасает, за счет ярких красок, и наше лето прекрасно. А зима выявляет серость города, то есть, к сожалению, город не настолько облюблен, ухожен, и, наверное, ему не придано того тепла архитектурного в том числе, или даже цветового, чтобы в 9 месяцев зимы, да, хоть что-то глаз согревало. К сожалению, сера, сера, сера. И что касается людей, пусть очень многие жалуются на москвичей, что они не очень хороши, но, будем откровенны, москвичей немного. Если вспомнить, сколько было людей в этом городе жило, какое количество проживало до момента большого наезда всех гостей, которые потом стали коренными жителями этого города, то можно понять, что основная часть пришлых. И мне очень нравится оценю тех людей, которые приехали в этот город и полюбили его, потому что нельзя приезжать куда-то и не любить это место, тогда тебе здесь не место. Делать из этого просто способ зарабатывания денег, временного проживания, это, ну, неприлично. И плюс еще ты обкрадываешь сам себя, ты забираешь у себя эмоцию, любовь к этому месту, какие-то ощущения. Поэтому не очень прийдет те, кто стал москвичами. И, как ни странно, и подсказывают дорогу, и помогают, и весь себя пробило колесо, остановятся и спросят. Далеко не все. Город, конечно, загнан с точки зрения скорости, желаний, амбиции, честолюбия. Иногда это очень омерзительно и противно. Поэтому утеряна та доброта, которая была в Москве еще там 35-40 лет тому назад. То взаимопонимание, сосиские отношения, когда в такой двор могли вынести столы на 9 мая, и все вместе за этими столами вынести у кого что есть, из еды, из напитков, под гармошку все эти отмечать. Я понимаю, что вообще времена изменились. Но что за хорошее из того прошлого можно было оставить. Но я очень надеюсь, что этот город, великий город, перемолит все отрицательное, что в него привнесли. И в виде людских черт, и в виде архитектуры, решения, управления, организации. И все-таки когда-то, да, вот как некое огромное дитё, само себя восстановит. Потому что город прекрасный. И в нем можно жить очень с большим уютом, с большим теплом. Ничего бы я хотел.